Эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник. В студии Павел Баймаков. Здравствуйте. Молодежный форум Приволжского федерального округа Иволга вновь бьет рекорды. В этом году заявки на участие в форуме подали более 20 тысяч человек из 81 субъекта России. При этом к процедуре отбора допущено 13 471 человек. Форум по традиции пройдет на фестивальной поляне Мострюковских озер с 22 по 30 июля. Он соберет 2000 самых активных участников со всей страны. Образовательные сессии пройдут по семи направлениям. Отдельным станет направление детское и волгоучастниками, которые станут активисты российского движения школьников и младые педагоги. В Самарском перинатальном центре областной больницы имени Середавина внедрили новую методику лечения ретинопатей недоношенных детей. Эта патология органов зрения развивается у малышей, которые родились значительно раньше срока. Еще год назад с болезнью боролись с помощью лазера. Сегодня для этого достаточно ввести специальный препарат. Тему продолжит Екатерина Алексеева. Маленькой Кате всего два с половиной месяца. Мама Александра рассказывает, дочка родилась раньше срока, на 27 неделе. Когда малышке исполнился месяц, на осмотре врачи поставили диагноз ретинопатей недоношенных. Благо сегодня такая патология органов зрения успешно лечится. Очень положительный эффект. Как говорят доктора, наглядно доктор показывает, что наша сетчатка спасена, мы будем видеть, мы будем расти и наша сетчатка сейчас растет хорошо. В областном перинатальном центре в год проходит около 6 тысяч родов. Из них свыше 700 малышей рождаются недоношенными, в том числе с экстремально низкой массой тела. Для того, чтобы выходить таких пациентов, здесь привлекают детских специалистов разного профиля. Так, с помощью врачей-офтальмологов в больнице имени Ярошевского внедрили новую методику лечения недоношенных детей с ретинопатией. Медики поясняют, когда малыш рождается раньше срока, часть сетчатки оказывается без должного кровоснабжения. Отсюда и развивается патология. Находясь в условиях недостатка кислорода, она выделяется в специальные вещества, которые стимулируют рост сосудов. Но эти дополнительные сосуды, ну, аварийные, они, ну, это как если строить дом не по проекту, а сляпся из того, что под руку попалось. Вот получается вот так. И они не полноценные, они вызывают стягивание ткани рубцевания и отслойку сетчатки. В принципе, это кончается полной слепотой. Вмешательство заключалось раньше в чем? С помощью лазера прижигалась та часть сетчатки, которая вызывала рост этих сосудов. Процесс таким образом мы останавливали, но за счет того, что часть сетчатки практически уничтожалась. Сегодня маленьких пациентов лечат с помощью специального препарата. Он на молекулярном уровне блокирует процесс роста нежелательных сосудов. Лекарство вводят в операционный и в стерильных условиях. Делается прокол и вводится препарат. Дозировка составляет половина той дозировки, которая вводится взрослым людям. То есть это буквально сотые миллилитры. По времени занимает буквально 10-15 минут. За прошлый год, за 2020, в нашем перинатальном центре, как лечение ретинопатии, выполнено 17 лазерных коагуляций. Для таких операций в перинатальном центре создана специальная операционная для новорожденных. С января этого года в нашем перинатальном центре внедрена методика совместно с офтальмологами больницы Ирошевского введения препаратов стекловидное тело. Таких операций выполнено 4. Эффект положительный. В Самарской области первыми в стране ввели эту процедуру в ОМС. Важно отметить развитие системы здравоохранения, внедрение новых методик лечения, заболеваний, оказание своевременной и качественной медпомощи. Часть стратегии лидерства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Процедура оформления и получения загранпаспорта упростилась. Стоять в очереди теперь и не нужно. За заявителей это сделает криптобиокабина. Они уже установлены в 8 крупных городах региона, в том числе в Самаре в МФЦ номер 5 на улице Мариса Тореза. Дмитрий Павлов с подробностями. Калывают роботы, а не человек. Строчка из песни известного фильма в сегодняшних реалиях как никогда актуальна. В предвкушении долгожданного отпуска люди теперь могут подумать об обновлении гардероба, подборе места отдыха, а не о том, как выгодать побольше свободного времени, чтобы оформить загранпаспорт. Чтобы сэкономить часы, а то и дни, достаточно просто подать заявление на портале госуслуг, оплатить госпошлину и к назначенному времени прийти в многофункциональный центр со всеми необходимыми документами. Мы все это оформляем. Распечатывается вот такой вот штрих-код. Этот штрих-код для сдачи биометрических параметров, то есть сетчатки глаза фотографирования и отпечатки пальцев. Штрих-код подносится в кабине, штрих-код сканируется и далее заявитель следует голосовым инструкцией кабины. Сначала он фотографируется, потом сканирование пальчиков левый, правый. Удостоверяющий личность документ тоже сканируется. Все. Данные переданы в МВД и заявитель потом, в течение определенного времени, приходит к нам за получением своего готового паспорта. Время ожидания изготовления осталось неизменным. На это уходит порядка трех недель. При обращении по месту регистрации готовность документа составит до одного месяца. По месту пребывания – до трех. Так что подумать о подаче заявления стоит заблаговременно. Тем не менее, если с документами все в порядке, по прошествии установленного срока паспорт будет у вас в кармане. Изменится в лучшую сторону для заявителей условия получения. То есть, во-первых, многофункциональный центр, да, он оснащен всеми необходимыми средствами для заявителя. На сегодняшний день у нас уже подано 69 заявлений. Мы видим, что спрос есть. Запуск криптобиокабин в работу был запланирован на 1 декабря этого года. Однако все необходимые подготовительные мероприятия были реализованы значительно раньше. И уже с 17 мая в ряде МФЦ региона начался прием заявителей. На сегодняшний день программно-технические комплексы установлены в 8 многофункциональных центрах крупных городов региона – Самаре, Тольятти, Новокубишевске и других. На приобретение криптобиокабин из областного бюджета было выделено порядка 15 миллионов рублей. В Самаре оформить загранпаспорт по-новому можно в офисе МФЦ. На Марисе Торезе – 101А. Дмитрий Павлов, Павел Боймаков, Олег Галочкин, СТВ. В регионе подтвержден еще 61 случай заболевания коронавирусом. Больше всего новых пациентов в Самаре – 21 человек, 14 в Тольятти, 5 в Сызране. 54 человека обследованы с диагнозом вне больничной пневмонии и ОРВИ. 7 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. Таким образом, всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировано 65 456 случаев коронавируса. Из них 62 474 человека полностью выздоровели. Накануне измеучреждения региона выписано 58 пациентов. Увы, но увеличилось и число тех, кто так и не смог справиться с опасной инфекцией – до 2060 человек. За сутки жертвами COVID-19 стали еще 10 наших земляков в возрасте от 44 до 87 лет. Практически у всех были сопутствующие хронические заболевания. Почти месяц без горячего водоснабжения остаются жители 171-го дома по Московскому шоссе. Изначально воду отключали в связи с плановыми работами, но в обещанный срок так и не дали. Подробнее расскажем в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». На улице лето, жара, а вот лишний раз принять душ не получается. Чтобы помыться, людям приходится бегать по квартире с кастрюлями и тазиками. В течение пяти лет у нас творится безобразие с водой. То есть как наступает лето, так у нас отключает воду. ПТНС у нас отключает воду иногда без объявления, без силы. В мае месяце у нас отключили на прессовку с 12 по 25 мая. 25 мая нам не дали, дали 28-го воду. Вода была один день горячая, а потом нас подключили на обратку. Должного эффекта это не дало. Чтобы вода стала хоть чуть-чуть теплее, ее приходилось сливать по полчаса, говорят жители. Позволить тебе это поможет не каждый. В квартирах стоят счетчики. Также дом не подключен к газоснабжению. Воду людям приходится греть на электрических плитках. А это, по их словам, тоже деньги, причем не маленькие. Вы знаете, нагорает света сколько? Много. Вот встаю в пять часов, включаю 10-литровую кастрюльку воды. Нагреют. Я не знаю, сколько это может продолжаться, такая история. А за воду перерасчет не делают. Вот отключали воду. Не игра мне сделает. Ссылаются на то, что у нас счетчики. Много раз жители обращались в ресурсоснабжающую компанию, но там лишь переводят стрелки. Писали в твиттере, они, значит, ПТС отвечала, что в этом виноваты РЭО, то есть ПЖРТ промышленного района. Но извините меня, как ПЖРТ может быть виноватым, когда они не имеют доступа к центральной линии, где проходит горячая вода? В итоге люди стали заложниками ситуации. Найти ответственных пока не получается. Жители очень надеются, что на них все же обратят внимание, и в кранах вновь появится горячая вода. Павел Баймаков, Олег Галочкин, СТВ. Запрещенная посылка в Казахстан, изъятие наркотиков в Ставропольском районе и ДТП, в результате которого пострадал велосипедист, подробнее об этом расскажем в обзоре происшествий. Подросток пострадал в результате ДТП в Сергиевском районе. Авария произошла около 10 вечера 9 июня в поселке Суходол. По данным ГИБДД, при подъезде к перекрестку 16-летний велосипедист не уступил дорогу легковушке. Столкновений сбежать не удалось. В результате аварии подросток получил травмы. Его доставили в больницу. 200 граммов героина изъяли полицейские в Ставропольском районе. На посту ДПС у села Зеленовка инспектор остановили такси для проверки документов у водителя. Подозрение вызвало поведение пассажира, который заметно нервничал. В ходе досмотра его вещей было обнаружено 100 свертков с героином общей массой 200 граммов. 21-летнего молодого человека задержали. Это уроженец одной из соседних республик. Наркотики он вез из Самары в Сызрань для продажи. Контрабанду магазинов к автомату Калашникова пресекли самарские таможенники совместно с сотрудниками ФСБ и Средневолжского линейного управления ВД России на транспорте. По данным таможни, житель Тольятти пытался отправить в Казахстан через транспортную компанию посылку, содержащую 100 магазинов к автомату Калашникова. Причем в транспортной накладной части оружия были обозначены как автозапчасти. Посылка была изъята в фасовочном центре курьерской службы. Позже, во время проведения обыска квартиры Тольяттинца, были изъяты патроны, ружья различных калибров, более 4000 корпусов для магазинов к различному оружию, а также бронежилеты. Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы. В Самаре подвели итоги конкурсов профмастерства среди педагогов среднего профессионального образования, преподаватель года и лучший мастер производственного обучения. Участники продемонстрировали свои наработки, провели открытые занятия и рассказали о своем подходе работы с современной молодежью. Подробнее в нашем материале. Педагог по географии и экологии Светлана Топчев в профессии больше 10 лет. Говорит, с детства мечтала стать учителем и ни разу не пожалела о своем выборе. Победитель областного конкурса признается, залог успеха – это любовь к детям и разработка собственных методик. Я стараюсь идти в ногу со временем, изучать интернет, какие-то новые технологии. Наверное, одним из таких, то, что нравится детям, это был интерактивный тест КАХУД, когда заранее создаешь этот тест, и они при помощи своих гаджетов, неважно, ноутбук, телефон, можно индивидуально, можно группой работать, отвечают на этот интерактивный тест. В этом зале победители и призеры конкурсов профмастерства. Здесь преподаватель года и лучший мастер производственного обучения. Испытания проходили в несколько этапов. Здесь теория, практика и даже открытые занятия с совершенно незнакомыми учащимися. Конкурсы профессионального мастерства среди педагогов профессионального образования, они стали одним из инструментов повышения качества подготовки студентов. Это самое главное. Мы год от года видим растущее профессиональное мастерство. И этому есть подтверждение, потому что Самарская область уверенно держит лидирующие позиции в чемпионатном движении молодые профессионалы WorldSkills России. Наши студенты уверенно сдают демонстрационный экзамен и показывают высокое качество. Благодаря профориентационной работе в систему среднего профессионального образования за последние два года поступили дополнительно около трех тысяч абитуриентов. Ексер Алексеева, Дмитрий Лукин, СТВ. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. По сообщению Приворского УГМС, днем 11 июня местами ожидается ливень и гроза. Возможен град. Порыв ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Во избежание несчастных случаев областное управление МЧС рекомендует ограничить выход из зданий. Не оставляйте детей без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов или за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями и под деревьями. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач или подходить к оборвавшимся электропроводам. Будьте внимательны и осторожны. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей 101-01 или 112. На этом у нас все. Далее более подробный прогноз погоды. Интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Смотрите и читайте наши новости в группе ВКонтакте. На ваших экранах QR-код. Сканируйте его камерой приложения. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи.